Добрый день, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о своих первых впечатлениях по прибытию в Москву после 12 лет отсутствия здесь. Но перед тем, как я расскажу, хочу поставить короткий ответ на комментарий. Я просто не мог на него не ответить, поэтому сначала сейчас ответ на комментарий, я его сразу записал, как прочитал. А потом послушайте мои впечатления. Я, конечно, не особый еще рассказчик, я не привык, у меня всегда были только автомобильные обзоры. Но как смогу, так расскажу про первые свои впечатления. Тут недавно у меня вышло видео о том, почему я сейчас нахожусь в России, о том, как умерли родители. Спасибо всем большое за соболезнования, за слова поддержки. Большое человеческое спасибо, друзья! Ну вот иногда приходят еще комментарии вот такого плана. Как же вы уехали от таких родителей? Они явно были очень недовольны и считали вас предателем родины. Не понимаю, что у этого зрителя на уме. Ну, во-первых, взрослые люди обычно живут не с родителями, а самостоятельно. И нельзя сказать, что я вот уехал от родителей куда-то. Дело в том, что, живя в Латвии и в Литве, когда жил, родители ко мне приезжали погостить. Я делал приглашения. Все у нас отношения всегда были нормальные. И, естественно, меня родители ни в коем случае не считали предателем родины. Потому что, понимаете, у каждого понятие родины разное. Для меня родина – это Советский Союз. Потому что я родился в большой многонациональной стране. Родился на территории нынешней Украины, в городе Броды. Потом жил в разных местах. Поэтому, понимаете, для меня родина – это не Россия, не Украина, не Латвия. Для меня родина – это территория бывшего Советского Союза. Потому что я там родился, я там вырос, я получил в СССР образование. Я служил в военно-воздушных силах 10 лет в СССР. И, в общем-то, мое детство, молодость, юность – все прошло в стране под названием СССР. Поэтому для меня родина – это вся территория бывшего СССР. И то, что я жил там в Латвии, в Литве, в Украине, в России – это все я жил на родине. Это моя страна. Так что, друзья, родину я не предавал. А потом, я считаю, если человек не занимается политиканством, политикой, не обсуждает какие-то там правительства, их действия и так далее, то как этот человек может быть предателем? Какая разница, где человек живет и работает? Я все равно жил и работал всегда на территории своей родины. И родители меня не считали предателем родины. Так что, дорогой товарищ, зритель, если тебе это непонятно, то очень жаль. Я не собираюсь никого переубеждать. У каждого своя родина, свои понятия о родине и свои понятия о предательстве. И еще раз хочу сказать спасибо всем зрителям и подписчикам, которые написали теплые слова соболезнований и поддержки. Спасибо, друзья! Ну вот, на комментарии я ответил. Теперь впечатление о Москве. Ну, естественно, что сразу бросается в глаза, это появилось очень много новых развязок, дорог. Конечно, даже не ожидал такого увидеть. Очень много за это время построено дорог. И движение по Москве при таком количестве машин, в общем-то, ну, скажем так, приемлемое. Также очень много построено домов. Ну, вот мне лично это не нравится, потому что вот приезжаешь в знакомый район, смотришь, а он, в общем-то, и незнакомый, потому что столько домов понатыкано везде. Ну, вот все говорят, там в Москве парки, там зелени много, там все это красиво. Да, красиво. Те парки, которые сделаны, конечно, красивые. Но вот по моим воспоминаниям, где раньше, ну, пусть, может быть, не было так красиво, ну, зелени было больше, на мой взгляд. Потому что очень много понатыкано домов. Вот, например, квартира родителей моих, там какой-то пустырь был, я там с собакой гулял в свое время. Пространство больше было, пространство. Сейчас все застроено. Буквально все места, где только можно поставить дом, там он стоит. В общем, мое впечатление, это каменные джунгли. Не очень комфортно после Латвии и Литвы. В Латвии и Литве простора больше. Естественно, людей в городе тоже намного больше, чем было раньше. И что я заметил, очень много иммигрантов. То есть вот со Средней Азии оттуда очень много. Просто бросается в глаза. Так как Германии бросается в глаза, вот там много всяких иммигрантов из арабских стран, так у нас со Средней Азией, здесь вот в Москве. Это тоже бросается в глаза. Люди, ну, мне кажется, стали как-то поспокойнее. Несмотря на вот этот ритм такой вот очень активный, все-таки в Москве ритм очень ускоренный по сравнению с Латвией, с Литвой. Но при этом люди как бы поспокойнее. Или, может быть, им все пофигу, как говорится, но какие-то такие спокойные. Потому что в начале 2000-х было немножко не так. Люди были более такие какие-то возбужденные. и сейчас поспокойнее. Очень много в городе иномарок, которые, в общем-то, не попадаются в Европе. Очень много китайских машин, которых не встретишь ни в Литве, ни в Латвии. В общем-то, незнакомые машины. Китайских машин очень много. Ну, и не только китайских. Вообще, вот так вот ты едешь по городу, попадаются такие европейские, совсем последние марки, которых тоже в Латвии, Литве и не увидишь. При этом можно на дороге увидеть какую-нибудь там Жигули, абсолютно ржавую, хлопающую крыльями. То есть контраст такой существенный на дороге. Ну, контраст вообще усилился. Не только на дороге. Вообще усилился. Стало много очень богатых людей и еще больше стало очень бедных людей. В магазинах тоже. Вот заходишь в магазин, например, дорогой магазин, тут вот Азбука Вкуса, там еще какие-то, я не запомнил еще название. Там один контингент людей. Заходишь в обычную пятерочку, там совершенно другой контингент людей. То есть появляется такое вот, появилось вернее, такое вот разделение общества. Магазины для одних людей и магазины для других людей. Потом вот эти коттеджные поселки. Везде шлагбаумы стоят, чего тоже, в общем-то, в Латвии, в Литве я не наблюдал такого. Ставят шлагбаумы, там стоят такие громадные коттеджи. И там люди живут своей жизнью. И при этом попадаются тоже там вот поселки, там на окраине Москвы. Ну, вот это Новая Москва сейчас. Это тоже Москва считается. Где стоят старенькие дома, такие и даже полуразваливающиеся. Дети такие, ну, в общем, и маленькие, и на вид не такие, как в этих коттеджных поселках. Поэтому вот расслоение общества больше проявляется, чем это было 12 лет назад. Потому что больше появилось вот этих вот зон, где живут люди более обеспеченные. Но в магазинах, конечно, разнообразие намного больше, чем вот в Латвии и в Литве. Намного больше. Всевозможные. Там всякие продукты. Если сыры, так их там столько. У нас тоже там их было. Ну, не один-два сорта. Но здесь вообще, здесь очень много разнообразия. Очень большое. Там и молочная продукция, и мясная какая угодно. Большое разнообразие. Можно найти все, что хочешь. И там, и овощи, и фрукты, и экзотические, и какие угодно. Поэтому, конечно, с продуктами меня удивило это разнообразие. Оно и так-то было неплохое. Неплохое. Но сейчас вообще для меня заходишь в магазин, и, в общем-то, мне это не нравится. Но это мне лично. Потому что я хожу по магазинам, и не знаю, что выбрать. Вот как? Что выбрать? Когда и это, и это, и это, и это, и это, все это, все это. Разное, но не разное. Бог его знает. В общем, очень большое разнообразие. Я тут как в магазин иду, жена в список дает, чего купить. Приходишь по списку, читаешь там, купи там сыра, да? А, сыра. Начинаю ей снимать на телефон, показывать, спрашиваю, какой, какой сыр, потому что тут море всего. Вот она уже смотрит там по видео, говорит, вот этот возьми. Ну, и так же самое с молоком, с творогом, с мясом, с птицей. В общем, большое разнообразие. Еще бросилась в глаза вот эта вот сфера услуг, как расширилась. Не было столько доставки, сколько сейчас. Прям вот буквально везде можно увидеть в городе и на окраине, везде там вот эти люди с рюкзаками, кто там на велосипедах, кто на чем, и на машинах разводят. То есть вот услуга доставки товаров, продуктов, всего, она, конечно, очень сильно поднялась. Не знаю, может быть, это вот с ковидом так это пошло, но такого раньше не было. Доставка есть буквально всего. И вот так вот всякие вот эти вот ресурсы, там и Яндекс.Маркет, там Азон и прочие вот эти вот интернет-ресурсы, они, конечно, их вообще не было, когда я уезжал. Сейчас все это есть и вот так смотришь, доставка, в принципе, недорогая и можно все доставить. В общем-то, и в магазины ходить не обязательно. Можно все выбрать, заказать эту доставку и все, все, что надо, привезут. Любые продукты, любые вещи, любые товары, все, что угодно. В общем, доставка сильно поднялась. Это тоже бросилось в глаза. Очень приятные кафе, рестораны, вот, поскольку я сейчас вот как бы живу, ну, на окраине, можно сказать, за городом. Раньше это было за городом, сейчас это новая Москва. Здесь вот вдоль трассы есть и так вот в городе. В общем, такие уютные, такие кафешки или рестораны, как сказать, То есть, зона сделана такая на улице, очень приятная и внутри, но, в общем-то, недешево, недешево. Дорого, чтобы вот так вот посидеть где-то в красивом, приятном ресторане, там, ну, где-нибудь на улице, в зоне отдыха. приходится, конечно, тратиться серьезно. Я один раз посетил, ну, в следующий раз только если какой-нибудь будет серьезный повод. Так просто не зайдешь, чтобы посидеть, ну, если только просто кофе выпить. Но появилось много новых таких вот заведений, в которых приятно посидеть. это, в общем-то, радует. Я вообще люблю кафешки, всякие такие вот места, которые можно на природе посидеть. Здорово, я не думал, что так тоже сильно это все раскрутится. В Литве мне нравится, там очень много кафешек, каждая по-своему интересная, посидеть приятно. И, в общем-то, сейчас здесь тоже такое есть. В этом тоже догнали, здесь не хуже, чем в Литве, вот эти вот кафешки. Еще хочу отметить, вот, на дорогах люди не особенно-то соблюдают правила. Очень много присутствует таких моментов, когда кто-то там едет из полосы в полосу, и подрезают, и влазят все время. Для меня непривычно было то, что я соблюдаю дистанцию, а ее невозможно соблюдать, потому что только дистанция появилась, раз кто-то уже влез, а дистанцию оставил, раз еще кто-то влез. Ну, невозможно просто. И вот скоростной режим тоже. Если, например, у нас там где как, ну, грубо говоря, 5-7 километров можно нарушить, там, превысить скорость, то здесь эти камеры, они до 20 километров вот этот вот запас. И если, например, знак стоит 60, люди едут под 80. Я тоже к этому не привык. Стоит знак 60, и стараешься держать 60, смотришь, едешь медленнее всех, все тебя обгоняют, ты уже не такой, как все. Поэтому как-то это непривычно, надо тоже втягиваться в это дело. Ну и везде, вот везде на дорогах везде выделены полосы для общественного транспорта, для такси. Тоже надо привыкнуть к этому, чтобы на них не заезжать, потому что камер неимоверное количество везде много на дорогах, камер просто полно. И я вот себе вот этот Яндекс навигатор поставил на телефон, потому что он предупреждает о камерах. Здесь я так чувствую без Яндекс навигатора просто беда, штрафов понахватаешь в море, потому что вот эти перестраивания из полосы в полосу, вот мне надо например вправо повернуть, а между дорогой здесь еще существует полоса встречного движения, то есть полоса этого общественного движения, там нельзя туда ехать. и чтобы мне повернуть вправо мне нужно найти, где будет нарисована дополнительно прерывистая линия, чтобы я именно через нее заехал на эту полосу и дальше за ней полоса, с которой поворачивается. Там тоже есть прерывистая такая линия, надо в них попасть. Если в них не попал, все, ты пересек сплошную уже попал на штраф. То есть это немножечко неудобно для меня, например. И вот что еще заметил, что едешь же по навигатору, там говорится, где камеры, и если какой-то участок, где камер нет, люди тоже с таким навигатором, они выезжают на эту полосу для общественного движения, на выделенную, и по ней шпарят. Как там навигатор предупреждает, что там скоро камера, они уходят. Это тоже, мне кажется, неправильно, это неприятно и неудобно мешает это движение. Ну, в общем, люди торопятся, торопятся. Ну, а как тут не торопиться? Вот надо мне куда-то ехать, я себе поставил навигатор, он показывает время прибытия, у меня, допустим, запас, во сколько, мне надо приехать, запас, у меня там 20 минут есть. Выезжаешь, выезжаешь, и навигатор перестраивается по мере движения, и уже показывает, что прибытие уже там на 5 минут позже, на 10 минут, на 15, и едешь со временем, вот этот запас 20 минут просто сжирается вот этими пробками на светофорах, еще где-то. Я не скажу, что там такая пробка, что там стоять полчаса, нет, не полчаса, но вот эти вот там, может быть, по 4, по 5 минут лишних на каждом там светофоре, они, конечно, время забирают. Ну, естественно, люди, многие опаздывают, торопятся, и им приходится нарушать, потому что здесь надо выезжать, вот мне, например, с непривычки, если мне куда-то надо, чтобы успеть, то лучше выехать, взять себе запас около часа, лучше на час раньше выехать, тогда уже будешь знать, что доедешь вовремя. А если там запас небольшой, там 10-15 минут, то опоздаешь, как пить дать, если не нарушать. Ну, вот такие вот первые впечатления, самые первые. Ну, дальше буду рассказывать, как и что. Так что, друзья, до следующей встречи. Смотрите канал. Если кто не подписался, подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой личный блог. Там я рассказываю более откровенные вещи для более узкого круга людей. Всего доброго, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok